В СССР все было иначе. Продукты лучше, трава зеленее, а народ добрее. А главное, там жили по-настоящему трудолюбивые люди, один из которых даже поставил мировой рекорд по добыче угля за одну смену, став настоящей легендой. Вот только правды в этой легенде было так же мало, как мясо в знаменитой докторской колбасе. Как в Советском Союзе лепили мифы из ничего, в которые верила вся страна? И кто же такой этот типичный советский герой? Алексей Стаханов, который, кстати, даже совсем не Алексей. Это очень занимательная история. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Небольшое отступление. Это видео было подготовлено еще в мирное время, когда жизнь была размеренной, а выпуски неспешными и обстоятельными. Сегодня плотность информационного потока стала в разы больше и изменился общий контекст. Однако это все тот же контекст, в котором канал находился с 2014 года, деконструируя российскую пропаганду и показывая разоблачение российских и советских исторических мифов, на которых и строится вся оголтелая и агрессивная политика России. Уверен, что нужно обязательно продолжать эту работу, особенно сейчас, неся крупицу правды в общем потоке истины для окончательного разрушения Рашистской Федерации, которую обязательно настигнет справедливое возмездие. Друзья, сегодня у вас есть отличная возможность посмотреть еще довоенный выпуск, который мы выкладываем только сейчас. Не забудьте лайкнуть видео и подписаться на канал. Кроме этого, вы можете воспользоваться функцией спонсорства прямо здесь на ютубе. Это поможет нам в развитии проекта. Также у нас есть патреон. Присоединяйтесь. Поехали дальше. Советский Союз был государством, которое от начала и до конца зиждилось на лжи и мифах. Самым большим и наглым враньем было то, что СССР – атеистическое государство. Во все века именно вера, а вместе с ней и религия, были основными факторами, благодаря которым можно было объединить множество разрозненных этносов в один. Взять хотя бы такое событие, как крещение Руси князем Владимиром. И в случае с государством большевиков никто не изобретал велосипед. Сделав попытку разрушить старую веру путем насилия и террора, они начали насаждать собственную веру, выгодную только им. Теперь народу была предложена настоящая политическая религия. Этот термин изобрели не в России. Его ввел философ и историк Эрик Фогелин, обозначив этой дефиницией как нацизм и фашизм, так и коммунизм. По сути, это означало, что на базе уже существующей веры новые мессии-вожди выстраивали квазирелигиозный культ, который обожествлял их самих и ставил во главу всего разумного человечества, граница расселения которого на тот момент протянулась от Балтики до Магадана, человека рабочего или пролетария. Он выступал в роли шестеренки, благодаря которой лихо крутилась государственная машина. Какими же достоинствами обладал такой человек? Это было не понаслышке известно каждому октябренку. Он предан партии и ее лидерам. Всей душой радеет за победу коммунизма, труд его по умолчанию подвиг. А успехи в труде мифологизированы, то есть, например, уголь, добытый им не абы что, а черное золото. Вот только на чистой вере в чудо, государство бы так долго не продержалось. Миф нужно было поддерживать фактами и реальными личностями. Так и появился пантеон героев труда, сравнимых с полубогами греческой мифологии. Свои парни из народа, но гораздо более героические, мужественные и, безусловно, следующие линии партии. И если команду детей олимпийских богов по праву возглавлял истинный герой силач Геракл, чье имя стало в итоге нарицательным, то в СССР знамя лучшего из лучших в определенный период времени принял далеко не самый достойный представитель трудового народа Алексей Стаханов. Личностью наш герой до определенного момента был вполне стандартной. Родившись в 1905 году в Орловской губернии, он при первой же возможности подался на заработки на активно развивавшийся тогда Донбасс, а именно в городок Кадиевка. Будущий идол пролетариата устроился работать на шахту Центральная Ирмина, которая в целом не отличалась от ей подобных по всему Донбассу. Работа тяжелая, большую деньгу не зашибешь, перспективы роста, прямо скажем, мизерные. А с тем, что Алексей не осилил даже трех классов церковно-приходской школы, так и вовсе невозможно. Был ли Стаханов лентяем? На тот момент нет. Голод, как известно, не тетка, поэтому пахал Алексей как проклятый. Вот только начальство его трудолюбие не оценило. Как раз в середине 1930-х годов в качестве эксперимента на совдеповских шахтах появилось чудо техники, доселе невиданное на просторах государства рабочего класса. Отбойные молотки. Заморская диковинка могла значительно облегчить задачу многим рабочим, но, как и всегда, доверили эту шайтан-машину только идеологически проверенным и во всех смыслах ответственным работникам. Стаханов же, как и большинство, продолжал махать кайлом, ведь толкать замысловатые речи и восхвалять правящую верхушку необразованный парнишка был попросту не способен. И однажды ему это надоело. Другой бы лез из кожи вон, чтобы доказать начальству, что он тот самый сотрудник, которому можно доверить экспериментальный аппарат, что партия в нем не ошибется, но Стаханов пошел по иному пути, который ему подсказывали банальная усталость и лень. Летним днем ему, как обычно, пришлось единолично сцепив зубы, долбить уголь и ставить опоры. И вдруг Алексею в голову пришла мысль, которая до него приходила в голову ни одной сотни людей, в частности, английским мануфактурщикам 16 века. А что это я один работаю? Так Алексей Стаханов, не знающий истории и экономики, с упоением пещерного человека, высекающего искорку из кремней, изобрел разделение труда. С этой идеей он потопал к парторгу Петрову, который идею оценил и одобрил, поскольку на тот момент выработка шахты была мизерной. А самому ему грозило клеймо врага народа за срыв пятилетки. Вот что в случае со Стахановым означало оказаться в нужном месте в нужное время. В шахту направилась целая делегация. Сам новатор Стаханов, два закрепщика, два вагонетчика, парторг Петров, начальник участка Машуров и редактор местной многотиражки Михайлов. Стаханов получил в свои руки вундервафлю зарубежного производства и приступил к работе. Остальные тоже без дела не сидели. Вагонетчики отгружали уголь, закрепщики укрепляли свод, а парторг с журналистом работали над освещением процесса. Первый в буквальном, а второй в фигуральном смысле. Итог был предсказуем для любого маломальски образованного человека. Но разум партийцев он просто разорвал на мелкие кусочки. Бригада под предводительством Стаханова добыла за шестичасовую смену 104 тонны угля, выполнив 14,5 дневных норм. Уже на следующий день потекло всякое по трубам. Состоялось большое собрание, на котором парторг Петров торжественно и очень недальновидно объявил Стаханова мировым рекордсменом, которого наградят денежной премией, двухкомнатной квартирой с телефоном и меблировкой, путевкой на курорт, именными местами в местном клубе на все культурные мероприятия и бричкой с извозчиком. Ведь на такой подвиг, по словам Петрова, способны только настоящие большевики. Стаханов, вопреки представлениям о нем советских граждан в недалеком будущем, в гордеца превратился крайне быстро и открыто заявлял, чтобы бричку возила только белая лошадка. Но из-за дефицита белой масти ему пришлось довольствоваться серым в яблоках жеребцом, которого новоявленный герой труда с детской непосредственностью окрестил букетом. Пока все это вызывает у зрителя лишь умиление и желание пожурить загордившегося мальчишку, который постепенно превращался в икону коммунизма. Но дальше больше. Стаханов ведь должен был стать примером для всех. Так и случилось. Да и чего греха таить, теперь уже все мечтали о курорте и двухкомнатной квартире. Буквально на следующий день применение метода, уже окрещенного Стахановским, позволило установить новый рекорд – 115 тонн, который добыл идейный ленинец Мирон Дюканов. Но на нем дело не остановилось. 11 сентября того же года рекорд был превзойден почти в два с половиной раза. 240 тонн, добытые Никитой Изотовым, казалось, должны были обеспечить не только его самого, но и правнуков в третьем колене. Вот только их рекорды уже были никому не нужны, ведь у Сталина был Алексей Стаханов – герой и передовик, чей образ уже был выбран в качестве образца для подражания, и статья о ком была напечатана в правде. Так что разрушать рабочий концепт из-за каких-то там рядовых шахтеров уже никто не собирался, и им была выдана большая благодарность от чистого сердца и напутствие продолжать труд на благо Родины с тем же усердием, где между строк читалось «На всех квартир не напасешься». Двое обиженных рабочих погоды не делали. Машина стахановского движения уже закрутилась полным ходом. Рабочие догоняли и перегоняли рекорды друг друга, постепенно укрепляя в своем сознании эту нездоровую конкуренцию как естественную необходимость. С правдой, кстати, связана забавная история. Когда пришло извещение о достижении шахтера Стаханова, рядом с фамилией стояла только буква «А». В редакции решили, что его зовут Алексей. На самом деле, донбасский ударник был известен друзьям под именем то ли Андрей, то ли Александр. Опровержение печатать никто не собирался, потому что это якобы могло пошатнуть позиции партии. Так что после фразы Сталина «правда ошибаться не может» Стаханову ткнули в руки новехонький паспорт, в котором он прочел, что его зовут теперь Алексеем. Наверное, это было не очень приятно, но не менять квартиру, деньги, бричку с букетом и прочее на лечение самолюбия и всем известные за стенки и подвалы у теперь уже Алексея Стаханова ума хватило. В 1936 году замечательного человека с неполными тремя классами образования переводят в Москву, назначают на должность в министерстве, выдают обещанную квартиру. Короче, все глубже погружают в коричневый, липкий и пахучий шоколад. Роль его теперь сводилась в большинстве своем к выступлениям на партсобраниях, где он в меру своего кругозора и партийных авторов толкал мудрые речи о том, как важен труд для коммунистического общества, эталоном которого он Стаханов и является. Сам Стаханов, усевшись в кресло, больше руки к отбойному молотку не тянул, но, несмотря на это, продолжал себя называть и искренне считать шахтером и истинным пролетарием. Причина тому была очевидна. Кастовость в советской системе была закреплена намертво. Своё социальное происхождение человек мог нести за собой всю жизнь, а реальное положение вещей в нужный момент времени полностью игнорировать. Вот тут к Стаханову и пришли известные всему постсоветскому пространству звери, змей и белочка. Сложно было представить себе хоть сколько-то значимое застолье, где бы не присутствовал и не злоупотребил зелёным змеем Алексей Стаханов. Высокий уровень культуры наследственного пролетария, как правило, сводился к пьяному дебошу, дракам и порче государственного имущества. В одной из таких потасовок герой труда потерял пиджак. И всё бы ничего, но вместе с ним он лишился партбилета и ордена Ленина, что тогда уже могло тянуть на довольно серьёзную ответственность, в том числе и уголовную. Но долгое время ему всё прощалось и сходило с рук. А теперь предположите, почему дебошира просто тихонько не задвинули куда-то на задворке коммунистической империи, чтобы его не было слышно и видно. Всё очень просто. Ещё на заре своей славы ударник алкогольного фронта получил личный автомобиль и квартирку в том самом доме на набережной, дом правительства, где жили самые жирные партийные бонзы. И одним из жителей был, какая неожиданность, Василий Сталин, который, как известно, был раздолбаем с большой буквы «Р». Разница в возрасте в полтора десятилетия, как известно, тосту не помеха. Вот и стали Сталин-младший и Стаханов с обутыльниками во всех смыслах этого слова, о чём прямо упоминает в своей книге «Защитники русского неба от Нестерова до Гагарина» биограф Олег Смыслов. В случае же двоих эпохальных дебоширов пагубные наклонности подкреплялись ещё и финансовой обеспеченностью обоих. Взглянем на вещи объективно. Кто бы в здравом уме попытался возразить тому, кому покровительствовал не только сам Сталин, но и его сын, вместе с которым они постоянно безнаказанно хулиганили. Достаточно привести пример, который в своих мемуарах упомянул никто иной, как сам Алексей. Однажды два представителя коммунистической элиты изволили посетить метрополь, где сначала откушали на немалую сумму, а потом начали пьяный погром. Жертвами разбушевавшихся любимцев вождя стали дорогое зеркало и рыбки в аквариуме ресторана, которые стали объектом рыбалки. Последним штрихом в картине «Вечер в метрополе» стала разбитая стахановская машина ГАЗ-М1. Думаете, это имело хоть какие-то последствия для легенд СССР? Как ни странно. Да, именно дебош в гостинице положил конец терпению Иосифа Сталина, который со свойственным ему чувством юмора заметил, что пора выдать стаханову новый паспорт, где фамилии букву Х заменят на букву К, дабы подчеркнуть его пристрастие. Подобными дипломатичными фразами усатый вождь мягко намекал на гораздо более серьезные последствия, близость которых стаханов, уже достаточно повращавшийся в высших кругах, ощутил всеми фибрами души. Баловаться алкоголем он, разумеется, не бросил, просто теперь делал это тихонечко. Благо, мест для этого хватало. Имелась у него и дача, и квартира. А не продать чекушку такому человеку вряд ли могла себе позволить обычная советская продавщица. Формально стаханов, к слову, был примерным гражданином. Дополнил, например, свое мизерное образование дипломом Всесоюзной промышленной академии. Это с двумя-то с половиной классами церковно-приходской школы, не иначе, как вундеркинд, став депутатом Верховного Совета и даже издав книгу «Рассказ о моей жизни». Последняя была шедевром. Когда ему задали логичный вопрос, как же безграмотный рабочий смог написать довольно сносную в плане грамматики и пунктуации книгу, он отвечал, что, дескать, он не читатель, а писатель. Партия, как только могла, обеляла свое детище, но вот семейную жизнь ему устроить не смогла. Первая его жена бросила его с двумя детьми и отправилась гулять по белу свету, а второй было всего 14 лет. Хотя в настольной книге коммуниста ничего не сказано о том, что подобное противоречит заветам Маркса и Энгельса, а значит, можно. До 1957 года семья держалась, а малышка Галочка родила героя труда еще двоих детишек. Именно 1957-й стал роковым для Стаханова. Но обо всем по порядку. В конце 1940-х знаменитый дом на набережной покидает уже на тот момент дважды разведенный и имеющий двоих детей Василий, который по итогу скончался в 1962 году от алкогольной интоксикации. Стаханов же в 1957 году был переведен на свой родной Донбасс. Причиной тому послужила целая цепочка событий, на которые он повлиял непосредственно. Сначала приехал французский ленинист и убежденный комми Морис Торрес. Разумеется, он возжелал увидеть того, с кого брали пример все идейные коммунисты и пролетарии, на что получил ответ от самого Хрущева, что работает его рабочее высочество на Донбассе. Из-за этого генсек вызвал к себе героя соцтруда и приказал отбыть в родные пенаты в течение 48 часов. Как донесла народная молва, он добавил, ты меня, как шахтер шахтера, должен понять. На что Стаханов в непечатных выражениях пояснил главе государства, что шахтер из него, как из навоза пуля. И вот тут, говорят, нашла коса на камень. Потомственный пролетарий, а ныне гордость и одновременно позор партии Стаханов, оскорбил в лучших чувствах потомственного пролетария, а ныне партийного главу Хрущева, на что последний, разумеется, обиделся и сослал взорвавшегося Стаханова дальше, чем планировал. Его семейство по объяснимым причинам за ним не последовало. Кто ж поедет уже в чужой город, где никто не ждет, а значит, жизнь там придется строить заново. Как ни странно, убитый по этому поводу горем Стаханов, как говорили в тогдашних газетах, взял себя в руки и устроился на работу в крупный трест частяков антрацит. Теперь все вернулось на круги своя. Ни кола, ни двора, своего жилья нет. В личном деле новая формальная должность заместителя начальника местного шахта управления, а позднее помощника главного инженера. Все время, вплоть до выхода на пенсию, Алексей Стаханов злоупотреблял алкоголем. Читать, как пил по черному. Был нередко грязен и ходил со следами побоев на лице. Но ведь партия-то своих не забывает, так что в честь 35-й годовщины его подвига были ему пожалованы звезда героя соцтруда и квартирка в городе Чистякове, который на тот момент был уже переименован в честь того самого злополучного француза в Торрес. Вот только изрядно пошатнувшееся здоровье Стаханова уже поправляться не хотело. Однако жизни он лишился в результате трагической случайности. В 1977 году споткнулся и неудачно ударился о край стола, что привело к летальному исходу. И что же осталось в сухом остатке? Что принес труженик Стаханов своему народу, за который он, по собственным словам и заверениям однопартийцев, так родил? Рядовые рабочие, скажем честно, его презирали. Из-за инициатив героя трудовые достижения рабочих простимулировали снижение нормативного времени и тарифных ставок, из-за чего и так небольшие зарплаты настоящих пролетариев стали и вовсе ничтожными. В то же время так называемые стахановцы, коих были единицы, пользовались всеми благами, которые мог предоставить СССР наравне с членами партии. Также стахановщина простимулировала резкое падение качества и количества производимой продукции. Ни люди, ни машины просто не могли выдержать предельных нагрузок, из-за чего за достижения выдавали банальное очковтирательство и фикцию. Долгое время иконой общества, на которую все равнялись, был алкоголик и дебошир. В итоге, как верно заметил сын Льва Троцкого Лев Седов, стахановское движение стало антикоммунистическим, ведь люди стали бороться не за всеобщее благо, а за собственные шкурнические интересы. Стахановцы быстро сформировали некую особую касту, которая могла поручкаться с любой существующей на тот момент элитой и состроить при этом брезгливую мину. Так что все, что получил советский народ от Стаханова и его покровителей, это ложь, социальное расслоение и пропаганду аморального образа жизни. Однако не станем врать. Кое-что Стаханов привнес и в массовую культуру. Тюменская водка, крепость которой достигает 45 градусов, до сих пор зовется напитком стахановцев. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Поддерживайте нас на Patreon. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можете воспользоваться новой функцией YouTube – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok